Здравствуйте, дорогие ребята! Мы с вами продолжаем серию уроков по русскому языку. Сегодня мы с вами поработаем над текстом рассказ о море по Фазилю Искендеру. Ребята, я думаю, что вы сами познакомитесь с текстом, а я предлагаю вам небольшой фрагмент, то есть начало текста, и далее мы проведем работу по этому фрагменту. Я хорошо запомнил день, когда научился плавать, когда я почувствовал всем телом, что могу держаться на воде и что море держит меня. Вокруг в воде и на берегу было много народу. На вершине каменной глыбы сидела девушка в синем купальнике. Она читала книгу, вернее, делала вид, что читает. Рядом с ней на корточках сидел парень в белоснежной рубашке и в новеньких туфлях, блестящих и черных, как дельфинья спина. И вдруг я понял, что тону. Хотел вдохнуть, но захлебнулся. Вода была горькая, как английская соль, холодная и враждебная. Я рванулся изо всех сил и вынырнул. Солнце ударило по лицу. Я услышал всплеск воды, смех, голоса и увидел парня и девушку. Не знаю, почему, выныривая, я не кричал. Возможно, не успевал, возможно, язык отнимался от страха, но мысль работала ясно. Я с отчаянной жаждой ждал, что парень повернется в сторону моря. Но вдруг у меня в голове мелькнула неприятная догадка, что он не прыгнет в море в таких отутюженных брюках, в такой белоснежной рубашке, что я вообще не стою порчи таких прекрасных вещей. С этой грустной мыслью я опять погрузился в воду. Она казалась мутной и равнодушной. Второй раз я нырнул немного ближе к обломку скалы, на котором они сидели. И теперь совсем близко я увидел туфлю парня, черную, лоснящуюся, крепко затянутую шнурком. Итак, ребята, это начало рассказа. Нам нужно выполнить задание из рубрики. Подумайте и ответьте. Мы выполним только одно задание из этой рубрики. Остальные задания вы выполните на портале Virtual Eduaz. Нам следует определить тип речи данного текста. Ребята, мы уже не раз с вами говорили о том, что тип речи определяет и формирование развития основной мысли текста. То есть для того, чтобы понять смысл текста, в первую очередь нам, конечно, нужно определить тип его речи. Как вы видите, ребята, уже начало рассказа нам говорит о том, что здесь есть элемент сюжета, завязка. То есть тот отправной момент, с которого начинается развитие дальнейших событий. Мальчик стал тонуть. И все остальные последующие события уже вытекают из этой завязки. Далее последует кульминация, тот момент, который будет самым напряженным в этом рассказе. И далее события пойдут на спад и приблизятся к своей развязке. А элементы сюжета, такие как завязка, основное действие, развитие действия, кульминация и развязка, характерны только для типа речи повествования. Кроме того, ребята, мы видим, что в этом тексте, как мы заметили, уже поначалу последовательно излагаются события. Эти события происходят в определенный промежуток времени, то есть расположены во временной последовательности. Следовательно, ребята, это точно тип речи, повествование. Далее мы выполним лексическую работу. Задание номер пять. Нам нужно подобрать однокоренные слова к словам вода и море. Вы знаете, что в корне заключено общее значение всех однокоренных слов. Посмотрим, какие слова мы можем подобрать с корнем вод. Я думаю, что для вас не составит труда подобрать однокоренные слова к слову вода и к слову море. Я предлагаю вам такие вот слова. Это наводнение, водный, и во всех этих словах присутствует корень вод. Водянистый, водопровод, сложное слово. Половодье, водопроводный, образованное от слова водопровод, подводный, однокоренные слова к слову море. Корень мор, конечно же, ребята, морской, заморский, мореплаватель, сложное слово, мореход, сложное слово, морепродукты. Ребята, обратите внимание, на то, что однокоренные слова могут быть как разными частями речи, например, как в случае морской, заморский, или к слову вода водный, водяной и так далее, или словами одной и той же части речи. Следующее задание номер 6. Нам нужно указать слова, которые употреблены в прямом и в переносном значении. Нам даются пары слов. Холодная вода и враждебная вода. Вы знаете, что прямое значение это основное значение слова. Перенос значения возникает на основе сходства по какому-либо признаку. Следовательно, враждебная вода у нас здесь будет словом в переносном значении. Мутное море и равнодушное море. Конечно же, по цвету море в прямом значении мутное, а вот равнодушное это уже переносное значение слова. Всплеск воды и всплеск эмоций. Конечно же, в случае с водой слово всплеск обозначает прямое значение, а в случае с эмоциями всплеск это уже переносное значение. И так далее. Вдохнуть жизнь и вдохнуть воздух. Правильно, ребята, вдохнуть воздух использовано в прямом значении. А вот вдохнуть жизнь в кого-либо или во что-либо это уже переносное значение слова. Вернуть долг и вернуть жизнь. Обратите внимание на то, что вернуть жизнь слово использованное в сочетании, использованное в переносном значении. И вообще это сочетание можно рассматривать как устойчивое сочетание. И задание номер семь. Найдите в тексте фразеологизмы и выпишите их. Объясните их значение. Ребята, в тексте нам встретилось несколько фразеологизмов. Обратите внимание на выражение «язык отнимается». Вы, конечно, знаете, что оно обозначает. Оно обозначает внезапно потерять способность говорить от чего-либо, от удивления или от страха. Также мы встретили здесь фразеологизм «мелькнула догадка». Правда, ребята, мы очень часто встречаем выражение «мелькнула мысль», но «мелькнула догадка» имеет тоже значение. Это значит, что осенило или озарило внезапно какая-то мысль или у кого-то зародилась идея. И выражение «делать вид», фразеологизм «делать вид» обозначает создавать видимость в чем-либо или же притворяться. Ребята, остальные задания вы выполните самостоятельно. А сейчас я прощаюсь с вами. До новых встреч! Тема нашего сегодняшнего урока – это графики функции у равен х квадрат и у равен корень из х, а также свойства арифметического квадратного корня. Для того, чтобы построить график функции у равен х квадрат, нам нужно задать некоторые значения для х. Если вместо х взять 0, то у равен 0 в квадрате будет 0. Если вместо х взять 1, то 1 в квадрате – это 1, 2 в квадрате – 4, 3 в квадрате – 9, минус 1, возведенный в квадрат – 1, 4 и 9. А теперь давайте эти точки покажем в системе, в декартовой системе координат. Значит, какие у нас точки? 0, 0, как вы видите, 1, 1, 2, 4, 3, 9. И симметрия. Обратили внимание, тут наблюдается полная симметрия. О чем я говорю? Я говорю о том, что тут была точка с координатами m, 3, 9, и симметричной ей относительно оси у оказалась точка с координатами минус 3, 9. Это случайность? Давайте разбираться. Тут была точка А с координатами 2, 4, и симметричной ей относительно оси у оказалась точка с координатами минус 2, 4. Из чего я могу делать вывод? Что если графику моей функции у равен х квадрат принадлежит точка с координатами х, то обязательно точка В с координатами минус х, также будет принадлежать графику нашей функции. Продолжаем исследовать функцию. Вот у нас с вами функция опять-таки у равен х квадрат. Давайте разбираться. Как решить уравнение х квадрат равно А? Для этого я вам предлагаю графику функции у равен х квадрат начертить графики различных постоянных функций. Вот, пожалуйста, у равен 4, у равен 8, у равен 12, у равен 0 и у равен минус 1. Вот давайте посмотрим на эти линии. Первые три линии у равен 4, 8 и 12 пересекли наш график в двух точках. И обратили внимание, опять есть симметрия. Это говорит о том, что корнями уравнение х квадрат равен 4 будут обязательно противоположные числа плюс-минус. То же самое можно сказать о 8. То есть если х квадрат равен 8, опять-таки корнями будут противоположные числа. У равен 12, то же самое, плюс-минус. Вот теперь что мы сейчас будем разбираться с вами. Если х квадрат равнялся 4, то получились две точки, плюс-минус 2. Если х квадрат равнялся 8, обратили внимание, я не могу точно сказать, что это за число, но я могу его оценить. Это число между 2 и 3. Но на самом деле это число обладает каким свойством? Что если его возвести в квадрат, то оно будет равно 8. Значит, я могу сказать, что это число корень из 8. Аналогично корень из 12. Так, какой делаем вывод? При получении уравнения х квадрат равен а. При а положительном, я добавляю, если а больше либо равен 0, х у нас получается равен плюс-минус корень из а. Так, что получается, если у равен 0? Если у равен 0, одна единственная точка, из чего следует, что х равен 0, но это не противоречит условию плюс-минус корень из 0, а то есть 0. А вот что происходит, если мы берем отрицательное число? х квадрат равен минус 1. Как вы видите, кривая парабола и линия у равен минус 1 не пересекаются. Следовательно, в этом случае уравнение не имеет решения. Так, теперь давайте попробуем ответить на следующий вопрос. Для каких значений х у принимает значение больше 4? у больше 4. Я смотрю, 4 это здесь, больше 4 у будет, вот посмотрите, вот в этих точках и вот здесь. Теперь давайте разбираться. у равен 4 у нас оказался в двойке и в минус двойке. А теперь посмотрим, чтобы у стал больше 4, мне нужны, посмотрите, какие х. Вот эти х, посмотрите, следовательно, это числа, которые правее, чем 2. Или же это числа, которые левее, чем минус 2. Из чего я делаю вывод. Если у больше 4, то я получаю. Это означает, что х меньше, чем минус 2, или х больше 2. Вот какой мы получаем с вами ответ. Теперь другое исследование. х меньше либо равен 9. Если х меньше либо равен 9, пожалуйста, опять я провожу линию 9. Получаю здесь числа минус 3 и 3 меньше 9. Это получается, посмотрите, вот эта часть графика. Но я думаю, очевидно, что это та часть, для которой х находится от минус 3 до 3. Сейчас, ребята, нам нужно исследовать функцию у равен корень из х. Давайте подумаем. В отличие от функции у равен х квадрат, где я вместо х могла подставлять как положительные, так и отрицательные числа, в данном случае вместо х я могу подставлять только неотрицательные числа. И я даже написала полные квадраты. Вот до этого этапа. Давайте посмотрим. Если я вместо х подставлю 0, корень из 0 0, корень из 1 1, напоминаю, что это арифметический квадратный корень, корень из 4 2, корень из 9 3, корень из 16 4. Укажем эти числа. В 0 0, в 1 1, в 4 2, в 9 3, ну и в 16 4 это у нас пойдет. Что мы с вами видим? С возрастанием х у тоже растет. Если посмотреть на этот график, то как рисунок он нам напоминает тоже параболу, но только одну ветвь параболы. Квадратичной функцией были две ветви, симметричные ветви параболы. В данном случае у нас с вами только одна ветвь параболы. Ну а теперь давайте подумаем, что же будет, если я вместо х подставлю 7. Посчитать я это число не могу. Значит, это будет число корень из 7. Но что я могу себе позволить? Посмотрите внимательно. Корень из 7, вот получается, это число. То есть я могу сказать, что это приблизительно число между 2 и 3. Тройкой. Корень из 7 это число между 2 и 3. Графически это очень видно. Или корень из 3, пожалуйста, число корень из 3. Вот у меня здесь число. Получается, что число корень из 3 находится между 1 и 2. Вот таким образом я могу оценить иррациональные числа, которые не могу посчитать. Ну а теперь давайте, используя наши знания, попробуем расставить в порядке возрастания следующие числа. Что я вижу? Я вижу корень из 7. Я вижу корень из 15. Дальше у меня идет число 4. Это говорит о том, что я его тоже могу написать в виде квадратного корня из 16. D я могу записать в виде квадратного корня из 4. E я не буду записывать в виде квадратного корня по одной простой причине, что оно отрицательное число, и оно не может равняться арифметическому квадратному корню. Ну а теперь давайте попробуем расставить в порядке возрастания. Самое маленькое число, естественно, будет E, потому что оно отрицательное. Далее мы с вами смотрим на подкоренные выражения. 7, 15, 16, 4, 3,5. Понятно, что меньше всего 3,5. Дальше идет 4, то есть D. Дальше идет A, то есть 7, 15 и 16. Вот таким образом мы расставили с вами наши числа в порядке возрастания. Продолжаем. Сейчас мы рассмотрим с вами свойства арифметического квадратного корня. Если подкоренное произведение AB состоит из двух неотрицательных чисел, то это произведение можно представить как произведение двух корней. Корень из А умножить на корень из В. Рассмотрим на примерах это задание. 49, 9, 16 и 1,1,25. Все три числа положительные. И я могу корень разбить на произведение трех корней. Посмотрите внимательно. Под первым корнем 49, под вторым корнем 9,16, под третьим корнем 1,1,25, то есть 36,25. Ну и извлекаем корень. Получаем 7 первых, 9 шестнадцатых это 3 четвертых, 36,25 это 6 пятых. Ну сокращений здесь не очень много, но 4,6 сокращаем. И что же мы с вами получаем в числителе? 7,3363, то есть 6,3. Если бы вы попытались эти все числа перемножить, то у вас получился бы ответ, естественно, но он был бы очень громоздким и не факт, чтобы вы бы его знали наизусть, то есть квадрат числа 63. Вот теперь здесь 72 и 128. Если я их разобью, корень из 72 и корень из 128, ничего хорошего это мне не даст. Я не знаю ни первый, ни второй корень. Что же я могу сделать? Так, 72, если его разложить на простые множители, он будет состоять из трех двоек и из двух троек. Или же я сделаю по-другому. Я 72 напишу, это 36 на 2. 128 я напишу, это 64 на 2. Ну а теперь давайте посмотрим, что я могу сделать. По сочетательному закону умножения я 36,64 оставляю, дважды 2 перемножаю, 4. И в результате все три множителя у меня очень удобные для извлечения квадратного корня. А именно получается 6,8,2, то есть 96. Опять-таки, если бы мы их перемножили, мы бы получили громоздкие результаты. Следующее свойство. Если мне нужно извлечь арифметический квадратный корень из частного, и числа, которые при этом участвуют в числителе и знаменателе, не отрицательны, а знаменатель плюс ко всему еще строго положителен, то я могу это разбить как на частные двух корней. Опять-таки, рассмотрим примеры. Корень из 63 разделить на корень из 7. Но так и хочется написать под общим корнем. Следующее задание. Корень из 313 в квадрате минус 312 в квадрате. Посмотрим, что я могу сделать. Так как тут находится разность, я не могу ее разбить, а сделаю я следующее. Воспользуюсь формулами сокращенного умножения. Посмотрите, что мы получаем в первой скобке. В первой скобке мы получаем единицу, во второй же скобке получаем 625. То есть ответ 25. Так, следующее свойство арифметического квадратного корня, очень важное свойство. Значит, давайте обратим внимание. Если корень из а возводится в квадрат, то получается само число а. По области допустимых значений а не может быть отрицательным. Или же, если извлекается квадратный корень из квадрата, то получается обязательно модуль а. Я думаю, это очевидно из свойства арифметического корня, из определения, точнее, арифметического квадратного корня. Ну вот теперь давайте попробуем решить эти задания. Корень из минус 5 в квадрате, посмотрите внимательно, это дает мне модуль числа минус 5, то есть 5. Далее. Корень из 13 в квадрате, имеется в виду, что корень из 13 возводится в квадрат, по первому свойству дает 13. Дальше идем. Вот здесь нам нужно извлечь квадратный корень из этого выражения. Так, что я делаю? 25 – это 5 в квадрате, это а в квадрате, а это b куб, возведенный в квадрат. У меня все получились полные квадраты, я извлекаю корень. Корень из 5 в квадрате – это модуль числа 5, корень из а в квадрате – это модуль числа а, корень из b куб в квадрате – это модуль числа b куб. Теперь давайте рассуждать, что же у нас с вами получается. 5 число положительное, с ним все в порядке. Как же быть с А и Б? Никаких условий нет. Рассуждаем мы с вами следующим образом. И А и Б в принципе могут быть как положительными, так и отрицательными. И в зависимости от этого у нас будет меняться результат вычислений. Следовательно, мой ответ должен остаться вот в таком виде. 5 модуль выражения А, Б, Куб. Следующее задание. Корень из квадрата. Извлекаем. Корень из квадрата я буду прямо здесь писать. Это будет модуль выражения корень из 2 минус 3. Минус модуль выражения корень из 3 плюс 4. Давайте оценивать. 3 это корень из 9. Корень из 2 минус корень из 3 число отрицательное. Корень из 3 плюс 4 число положительное. О чем это говорит? Это говорит о том, что модуль отрицательного числа, вот давайте вспомним. Модуль, он у нас может раскрыться по-разному. Если мне дали А не отрицательное, то модуль оставляет число без изменения. Если же мне дали число отрицательное, то модуль заменяет это число на противоположное число. То есть мы должны заменить это число на его противоположное. А противоположное ему число будет 3 минус корень из 2. Здесь ничего не меняется, так как число положительное. Значит, получится минус корень из 3 минус 4. Ответ минус корень из 2 минус корень из 3 минус 1. Вот в таком виде мы получаем ответ. Следующее задание, ребята, мы должны извлечь из квадратного корня данные значения. Так, посмотрим. 36 – это 6 в квадрате. А в пятой степени я разбиваю как А квадрат в квадрате и еще один лишний А. А умножить на Б в квадрате. Так, давайте посмотрим. Из квадратного корня выходят вот эти три множителя. Корень из 6 в квадрате – это модуль 6. Корень из А квадрат в квадрате – это модуль А квадрат. Корень из Б в квадрате – это модуль Б. Под корнем у нас с вами осталось только А. Ну а теперь давайте рассуждать. 6 – число положительное. А квадрат – число неотрицательное. Б – я не знаю его знак. Следовательно, мне должны были дать какой-либо знак. Если не дали, значит, я в таком виде оставляю. Ну давайте добавим условие. Например, Б – отрицательное. Если Б – отрицательное, то я пишу здесь знак минус. И посмотрите, что у меня получается. 6 А квадрат, Б был отрицательный, заменился на минус Б и под корнем А. Следующее задание. Так, 72 разобьем как 6 в квадрате на 2. А в шестой разобьем как А куб в квадрате и Б в квадрате. Что выходит из-под корня? 6 по модулю, А куб по модулю, Б по модулю. Что у нас остается под корнем? Только лишь двойка. Опять-таки, давайте посмотрим, есть ли у нас какие-то условия относительно А и Б. Нет. Ну давайте будем считать, что они нам даны. Скажем, А – отрицательное, Б – положительное. Тогда что мы с вами получаем? Ну 6 очевидно положительное. А куб отрицательное, Б по модулю здесь у нас будет плюс. Что же мы с вами получаем? 6 осталось, А куб вынес вперед минус, Б остался без изменений. Вот таким образом мы извлекли с вами квадратный корень. И следующее задание. Когда нас просят также минус тройку наоборот занести под квадратный корень. Занести. Давайте подумаем. Так как из арифметического квадратного корня всегда выходит модуль, то значит минус 3 не мог выйти из арифметического квадратного корня. Значит минус должен был остаться. Вместо 3 он мог быть вынесен как корень из 9. То есть вот что мы с вами получаем. В результате минус остался. 9 умножился на 3, сократились, получили 6, А куб, Б. Вот и все, ребята, на сегодня. Все задания мы решили. Желаю вам всего хорошего. До новых встреч. Здравствуйте, дорогие ребятки. Сегодня мы начнем с вами наш урок с ознакомления новой темы, такой как внутренней энергии. Прежде чем приступить к изучению данного материала, давайте вспомним, а что же такое энергия. Мы с вами знаем, что в природе существует несколько видов энергии. Поговорим о них. Вначале поговорим о видах механической энергии, то есть механической энергии, основная энергия. Механическая энергия бывает кинетическая и потенциальная. Потенциальная, в свою очередь, тоже делится на энергию тела, поднятого над землей, и энергию упруго деформированного тела. Кинетическая энергия – это энергия движения. Ее формула выглядит следующим образом. Е кинетическое равно МВ в квадрате, деленное на 2. Для тела, поднятого над землей, мы используем формулу Е равно МЖХ, где М – масса тела. Ж – это у нас ускорение свободного падения, присущее для Земли. Мы его берем 9,8, зависит только от широты местности. Не от массы тела, не от формы, не от высоты. Мы с вами знаем, что от широты местности зависит значение ускорения свободного падения на Земле. Оно меняется от 9,81 метр в секунду в квадрате до 9,78 метров на секунду в квадрате. Естественным образом, Х – это высота, на которую поднято тело над поверхностью Земли. Упруго деформированное тело – это энергия, тело, которое меняет свою форму, геометрическую форму. Давайте посмотрим, что следует за видами энергии. Почему мы обратились к внутренней энергии тела? Внутренняя энергия – это энергия, которая представляет собой сумму потенциальной и кинетической энергии молекул тела. Еще древние люди знали и умели добывать эту самую энергию при помощи трения. То есть два камня при помощи трения начинали искрить, и получалась то же самое внутренняя энергия, то есть получалось тепло. Мы даже на своем опыте знаем, что если зимой у нас замерзают руки, нам станутся холодно, потеряв ладони друг об друга, мы ощущаем тепло. Так вот, давайте посмотрим на это изображение. Посмотрим. У нас представлено несколько тел, находящихся в движении. Давайте разберем, какими видами энергии они в данном случае обладают. Спортсмен-лыжник спускается с высоты. Естественно, что если он находится в движении, то он обладает кинетической энергией. А так как он находится еще на высоте, то он обладает и потенциальной энергией тоже. И часть вот этой механической энергии будет превращаться во внутреннюю энергию. Спортсмену будет тепло и даже жарко. Мячик, поднятый над поверхностью Земли, попадающий в баскетбольное кольцо, он тоже обладает в данной верхней точке, он обладает потенциальной энергией. Этот мячик будет сейчас опускаться вниз, он обладает уже кинетической энергией. Обратите внимание на космический корабль, стартующий с поверхности Земли. Как вы думаете, какой энергией он обладает? Естественно, что он обладает в данный момент кинетической энергией. Но двигатели его обладают, естественно, превращают энергию сгорания топлива в механическую энергию. Значит, у нас с вами происходит следующее. У нас внутренняя энергия превращается в механическую, так же, как и механическая во внутреннюю. На примере двигателя внутреннего сгорания, четырехтактных двигателей внутреннего сгорания, И мы с вами видим, что при попадании сюда топлива, сжиженного газа, при его сгорании происходит маленький взрыв. Этот взрыв приводит в движение коленчатый вал, а он в своё время приводит в движение все четыре колеса нашего автомобиля. Или же у нас в данном случае мотоцикл. Также мы знаем, что мы можем превратить внутреннюю энергию в механическую энергию. Превращение механической энергии во внутреннюю. Обратный процесс. Посмотрите, механическая энергия превращается во внутреннюю. Если небесные тела попадают в верхние слои атмосферы, то из-за трения, из-за большой плотности верхних слоев атмосферы, они начинают сгорать. Это происходит потому, что сила трения превращает их во внутреннюю энергию. Тем самым мы с вами видим, что механическую энергию при помощи трения мы её превращаем во внутреннюю энергию. Знаете ли вы, что при понижении температуры земного шара, всего земного шара нашей с вами планеты, на 1 градус выделилось бы такое количество энергии, которое превосходило бы в миллиарды раз все действующие электростанции? Это был вот наш с вами урок. Так называемая тема у нас была «Внутренняя энергия тела». Давайте перейдем к основной теме. Я вам объясню, как она обозначается, каким формулам мы её будем вычислять, и в каких единицах в системе СИ вычисляется внутренняя энергия. Итак, ребятки, внимание, переходим к вычислительному процессу. Внутренняя энергия. Внутренняя энергия, в отличие от механической энергии, имеет своё собственное обозначение. Мы её обозначаем буквой У. Имеет следующую формулу. То, что я в начале урока сказала словами, сумма потенциальной и кинетической энергии, молекулы, из которых состоят тела. Значит, потенциальная энергия ЕП обозначается, плюс ЕК. Буква Б, М – это означает молекулы, обозначение молекулы. В системе СИ, как и все виды энергии, в том числе механическая, атомная и так далее, она измеряется в джоулях. Значит, общая энергия, общая энергия тела или системы тел записывается следующим образом. Механическая энергия плюс внутренняя энергия. Если я распишу до конца, опять же будет кинетическая энергия тела плюс его потенциальная энергия тела плюс его внутренняя энергия. Давайте вот на эту тему решим с вами одну задачу. Запишем следующую задачу. Дано. Найти потенциальную энергию тела, поднятого над землёй. Масса тела – 16 килограмм. Высота над поверхностью земли – 0,25 километров. Ускорение свободного падения при решении задач мы с вами возьмём 10. Я буду использовать ньютонный килограмм, так как на выходе у меня должен получиться джоуль. Здесь лучше использовать вот эту основную единицу. Е потенциальная-вопрос. Перевод мер делать нужно. Нам надо перевести километры в метр. Это будет 250 метров. Переходим к решению. Что мы получаем? Мы получаем, что Е равно МЖХ. Давайте вспомним основной принцип решения задач физики. Мы заглядываем с вами в графу Дано и смотрим на величину, стоящую под знаком вопроса. Под знаком вопроса у меня стоит Е потенциальная. Давайте вспомним формулу Е потенциальная. Ага, МЖХ. Возвращаюсь к графу Дано, проверяю. Масса даётся, высота даётся. Ускорение свободного падения – постоянная величина. Остаётся только сделать вычисление. Производим математическое вычисление и ставим все единицы на место, потому что мы должны получить с вами джоули. Посмотрим, как у нас сейчас получится получить из этих основных величин единицу энергии джоуль. Е потенциальное равно 250 умножить на 10 – 2500 и умножить на 16. 2500 умножить на 16. Здесь у меня получается ньютон, делённый на килограмм, умножить на килограмм, умножить на метр. Килограмм-килограмм сокращается, а остаётся ньютон умножить на метр. А мы с вами знаем, что ньютон, умноженный на метр – это не что иное, как джоуль. Произведя математические вычисления, я получаю, что у меня получается 40 тысяч джоулей. Или 40 килоджоулей. Таким образом, мы с вами видим, что энергию надо вычислять. Каждую энергию имеет свою формулу, и формула вычисления у них разная. Давайте сейчас вспомним одну очень важную деталь. Мы с вами знаем, что, посмотрев слайды, мы поняли, что внутренняя энергия тела меняется, трансформируется. То есть внутренняя энергия тела влияет на агрегатное состояние вещества. Каким образом? При увеличении температуры тела внутренняя энергия начинает увеличиваться. Мы это знаем на примере кипящей воды. С понижением температуры внутренняя энергия уменьшается. Так вот, мы с вами должны знать, что потенциальная энергия и кинетическая энергия между собой при изменении агрегатного состояния меняются их значения. То есть меняется расстояние между молекулами. Если тело находится в твердом состоянии, расстояние между молекулами минимальное. Если тело находится в жидком состоянии, расстояние между молекулами сравнимо с диаметром, размерами самих молекул. А уж если у нас с вами газ, то молекулы движутся совсем на больших расстояниях друг от друга. Значит, внутренняя энергия, она еще и характеризует агрегатное состояние тела. Значит, мы с вами поняли, что внутренняя энергия тела имеет следующие характеристики. Она равна сумме потенциальной кинетической энергии, обозначается буквой У. Единица измерения, как и все виды энергии, 1 джоуль. И зависит, естественно, что от агрегатного состояния тела. То есть с нагревом тела, с повышением температуры тела внутренняя энергия растет. На следующем уроке мы с вами поговорим о том, как зависит внутренняя энергия от температуры тела. Сегодня я хотела бы, чтобы вы рассмотрели параграф. Это как бы моя рекомендация вам. Параграф в вашем учебнике называется «Внутренняя энергия». Нумерация у него 1.4. В конце параграфа есть задание. Такое задание, что вы узнали нового, какие термины вы использовали для получения той или иной информации из этого учебника. Где встречается внутренняя энергия и каким образом мы сможем в будущем ее изменить. На сегодня все, дорогие мои. Увидимся еще. Успехов вам! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok